Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Друзья, всех приветствую! С Киева, с парка Киота, сегодняшним субботним утром, шаббат шалом всем, субботний святой мир, каждой семье, каждому сердцу. И сегодня хочу поделиться из Божьего Слова Евангелие от Иоанна. Начинается такими словами. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была, свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. «В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отче, Он явил». Слава Спасителю нашему Господу! Благодарю Бога Всемогущего в это субботнее утро. Благоставляю Бога, благодарю за милость Его, за Иисуса Христа, который есть свет истинный, свет, пришедший в этот мир. И Он действительно свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. И каждый верный, каждый верующий, свидетельствует о свете. Как и Иоанн, он свидетельствовал о свете. Он не был светом, то есть он не был сам источником этого света. Собственно, светом, как и я, и каждый верующий из миллионов и миллионов верующих. Мы не являемся светом, в смысле источником света самого, собственно. Но мы свидетели этого света. Мы свидетельствуем о свете. Потому что есть свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Всякого, абсолютно всякого. Он все и вся просвещает. Весь растительный мир, животный мир, все свое творение Он просвещает. А наипаче человеческий род, а наипаче человека просвещает своим светом. Слава Богу! Благоставляю вас, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа, свидетели света Божьего. Господь назвал нас. Вы свет этому миру. Да, и в этом роде мы являемся действительно светом этому миру. Но мы не являемся верующим источником этого света. Он есть источник света. Он, Бог Святой, есть этот свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Каждый человек на этой планете просвещается светом Слова Божьего, светом Христа, светом благодати. Слава тебе, Господь! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, дорогие друзья. Во истину нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Сегодня утром, когда читал это слово, сегодня утром я перечитывал украинскую мовую как раз вот Евангелие от Иоанна. Вот как раз это в первую главу зачитывал. И очень был впечатлен вот этим откровением. Казалось бы, уже много раз да перечитываешь. Уже много лет. Около сорока лет уже вот читаю это слово. И каждый раз умиляюсь и восхищаюсь и благодарю Бога Всемогущего за истину Его. Но особенно меня сегодня вот так вот коснулось и впечатлило вот то, что Он есть свет. Да, это так. Пусть Духом Святым вот это переживание, которое я вот сейчас имею в сердце, оно каким-то образом передастся вам, друзья. Слова, они многое открывают, раскрывают. Мне, как художнику, проще, наверное, изобразить это картиной, живописью. Пока шел сюда, несколько сделал таких набросочков. Фотографию. Игра света и тени. Потрясающе. Я всегда любил еще, когда обучался в училище художественном, до того еще в школе художественной, в студии ИЗО. Всегда любил игру света и тени. Полутона, свет, тень. Очень интересно. Блики. Все это прекрасно, все это красиво, особенно возле воды. Здесь фонтан такой сделали. Ну, не фонтан, он как водопад такой искусственный. Парк Киото все-таки. Посвященный культурной столице Японии. Прогуливаясь здесь, конечно же, каждый раз вспоминаю Японию. Добрым словом, благоставляю японский народ во имя Господа Иисуса Христа. Сегодня действительно пробуждение и в стране восходящего солнца. Миллионы японцев уже слышали и слышат Слово Божье. Читают Евангелие. Скачиваются на свои гаджеты Библии. Проникаются Словом Божьим. Это прекрасно. Слава Богу. И не только в стране восходящего солнца, но и в стране заходящего солнца. Во всех странах. На всех континентах. Славится имя Господа Иисуса Христа. Спасибо тебе Господь. И пока шел сюда, вот размышлял как раз, именно вот как раз о том, что Он есть свет. Вспоминал себя еще юношей, молодым человеком. Будучи юношей, я переживал этот свет очень ярко в своей жизни. И в экстремальной ситуации, вот я об этом свидетельствовал многожды. Есть мое свидетельство о службе еще в Советской армии. 30 лет назад, больше уже. Вот знаете, много удивительных Бог совершал в моей жизни. Но особенно вот запоминаемое такое, впечатление такое большое от чудес Божьих во время службы в армии. В экстремальных ситуациях, когда многожды, ну, в Советской армии, знаете, я попал в такие ситуации, когда, ну, пытались меня убить. Пытались уничтожить мою веру в Бога. Потому что в Советском Союзе, в советской идеологии считало верующих изгоями. Всякую веру в Бога, по сути, вытравливали. И вот тогда, как раз, переживая Господа в своей жизни, я об этом много свидетельствовал в свое время. И сегодня снова это вспоминал. И, знаете ли, не просто вспоминал, а сам даже удивлялся. Даже самому порою, ну, знаете, не верится, что это было в моей жизни. Но когда последние полгода службы в армии сажали чаще всего в карцер и последний раз и пытались меня уничтожить, но Бог хранил каждый раз. И на морозе. Сейчас вспоминаешь, даже диву даешься. Как я мог выжить просто на полигоне, на улице, ниже 30 градусов, в одних керзовых сапогах, на босу ногу. И почти всю ночь. С полуночи до утра. Я не знаю, как я выжил. Я просто ходил и молился. Я понимал, что сейчас я просто все окоченею. В одной шинели. Это было, конечно... Но самое испытание было в последние полтора месяца службу моей. Обещали в диспат меня отправить. И дембель ногами вперед сделать. И в карцере меня держали полтора месяца. Не говорили, сколько будут держать. Говорили, что живыми оттуда не вернуть. И все. Вот. И каждый раз продлевали. Там посадили поначалу, по-моему, на трое суток. Потом еще трое. Еще сутки. Еще сутки. Еще трое. И так набежало полтора месяца. С каждым разом надежда таяла. Выйти оттуда живым действительно. Молился. Но как мог, вот, взывал Господу. Было тяжело. На холоде. На холоде. Дышать этим флором. На холоде. Не спать. Не есть. Самое страшное – не пить, фактически. Там наливали пол кружки воды такой. Ну и много всего. Я об этом рассказываю. Кому интересно, можете посмотреть об этом видео более подробное. Сейчас как бы не тот формат, как бы, свидетельство. Я хочу больше акцентировать внимание даже не на своих страданиях, тогда как верующего человека, а на чуде Божьем. Хочу акцентировать на этом внимание. Потому что об этом сегодня размышляла как раз. Идя сюда, благодаря Бога за все, посвящаюсь им. Паки и паки, что называется, снова и снова. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за благодать, за истину. И когда месяц пребывания там в карцере прошел, то я, знаете ли, был как выжатый лимон. Не было сил никаких. Просто-напросто никаких абсолютно сил. Я возобил Богу. Внутри себя. Пол голоса. Нельзя было молиться. Несколько раз, когда слышали молитву, тоже и били, и потом добивали, значит, и отбивали почки, печень. И добавляли еще сутки. Это все было просто ужасно. Но научился молиться внутри себя. Фактически не открывая рта. Фактически без звука. Это была такая моя молитвенная школа. И в тот день, я даже не знаю, ночь это была или день. День, по-моему, день. Там полумрак постоянный. Тут лишь раз в сутки видишь свет такой яркий в коридоре. Потому что заходил в наряд. Ну, как-то заступал новый наряд в караул. Ну, в ротах караул заступало. И я видел людей. И раз в сутки позволяли с карцера три минуты на туалет. А там даже нечем ходить. Просто бегом по коридору туда-обратно. Хоть что-то, хоть видишь. Хоть как-то. И знаете, я видел свет. Я просил у Бога помощи. Я просто возобил к нему. Вспомнилось, знаете ли, то, что перед армией еще читал некоторые жития святых. И один из рассказов был рассказ о Георгии Победоносце. Святой Юлии, да. Юлии. И когда его избили, избивали и его бросили в каземат. И, в общем-то, он должен был умереть. Но если выживет, его должны были казнить. Но так получилось, что он не только выжил, он был исцелен. Он был исцелен. И он был спасен от смерти тогда. И когда охранники открыли каземат, и должны были, ну, они полагали увидеть мертвого Георгия, его мертвое тело окученевшее. Они вдруг увидели живого, здорового, невредимого. А накануне его избили жестоко и бросили в каземат, поэтому должны были побои всякие. Но следы побоев исчезли. Он просто-напросто был исцелен. И это, конечно, их настолько поразило. Он им благовествовал. Они восхищались Богом. Они понимали, что за это их подоловку не погладят. Но не кричали, велик Бог христианский. Они исповедовали Господа, Спасителя. Их казнили в тот же день. Представляете, совершенная любовь действительно изгоняет всякий страх. Даже страх перед смертью. Это так. Это каждый верующий опытно в своей жизни проходит и испытывает. Это правда. Удивительно, конечно. И я просто возопил внутри Богу, что было молча. Знаете ли, можно молча молиться, можно молча кричать, а можно молча просто орать. Вот я в тот день просто молча заорал. Просто завопил, что есть молча. Беззвучно. Триком. Бог пришел. Бог благоставил. Я видел Господа. Иисуса. Это было однажды в моей жизни. Но это запомнилось на всю жизнь. Стена передо мной как будто бы исчезла. Представьте, в полумраке находясь уже месяц к тому времени. Почти месяц, да. В полумраке. А здесь яркий свет. Яркий свет, который был особенным светом. Ну, первая мысль была, наверное, с ума схожу. Наверное, все. Точно с ума схожу. Но я не сходил с ума. Эта мысль сразу же ушла. Потому что так стало хорошо. Что так вот говорят, знаете, как... Что не в сказке сказать, не в первом описать. Как написано у Павла. Не видел того глаз, не слышал это ухо, не приходил это на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам это открывает он духом своим святым. И мне в тот день тоже он открыл духом своим святым потрясающую эту истину, эту правду. И этот свет мне, как художнику, как живописцу... Я всегда любил игру святые тени и в графике, но особенно в живописи, в пейзаже. И, знаете, этот свет, он особенный. Он не оставлял полтонов, теней. Он проходил насквозь. Он проходил насквозь. И он согрел меня. Тогда я не знал даже, что вообще такой... Есть микроволновка там, как сейчас, допустим, не знаем, да. Вот, но этот свет, он согрел меня изнутри. Вот, как я могу вот с этим сравнить? Как будто микроволновка. Согрелся изнутри. Даже жарко стало. И я не остывал, кстати. Еще две недели там находился. Порядка двух недель, да. И я не остывал. Я вышел оттуда не холодным, а до того... До этого чуда я приседал, отжимался немного. Когда бы еще силы какие-то были, чтобы немного хотя бы, знаете ли, кровь разогрела, чтобы немного согреться. В одном ХБ находиться фактически при температуре такой близко к нулю, это... Ну, выжить было невозможно. Знаете ли, если бы не Бог, я бы там не выжил. Но я выжил. И моего здоровья не хватило бы. Когда месяц заканчивался, я все. Я просто садился на цемент. Это цементный мешок. Такое тускло освещение там, окошечко там. И, в общем-то, полумрак такой, как грузовой лифт застрявший. И еще это, хлоркой дышать этой. Там, ребятам... Там были... Ну, как бы у нас в советской армии могли пытать издеваться. Да, и там над ребятами издевались, наливали еще туда 2-3 ведра холодной воды, и совок хлорки бросали. И закрывали. А это фактически герметично. Знаете, это сразу сопли, слезы. Я был после такого. Это называли аквариумом у нас. У нас, в счастье, называли это аквариумом. Делали многим ребятам это, ломая людей. Вот. И многие ломались на самом деле. Некоторые вешались. Некоторых вешали, а потом списывали на самоубийство. Этот беспредел в 80-е годы еще Советский Союз и застал, немного застал этого ужаса. Но особую ненависть у офицеров многих вызывала именно вера в Бога. Особую ненависть. Даже над злостнейшими хулиганами так не издевались, как над верующих. Но я сейчас опять-таки акцентирую внимание, хочу акцентировать внимание не на своих страданиях от верующего человека, а на славе Божьей. Хочу акцентировать на этом внимание. И знаете ли, что произошло? В этом свете я видел еще ярче свет. Кстати, этот свет, который проник в меня, он вокруг... Он... Это не объяснишь словами. Он насквозь прошел. И проходил насквозь. Я был в этом свете. Просто весь в этом свете был. И, знаете, он меня накормил, напоил. Ну, как-то выразиться, не знаю. Сделал так, что как будто бы я выспался. А мое тело чувствовало себя после того две недели выспавшимся. Я не хотел спать, не хотел есть, не хотел пить. Не потому, что как бы привык. Как бы... Это неправда. Это не привычка. Нет. Это не мои силы были. Это его силы. Это его благодать. Это его истина. И я просто был в этой благодати. Купался в этой благодати эти две недели. И потом в этом свете еще ярче свет был. И этот свет не просто свет, а это был Иисус. В духовном мире сразу знаешь, что есть что. И кто есть кто. В отличие от физического нашего. Ну, вот такого материального мира, в котором мы живем. Обычного, да. Я мог бы трогать дерево сейчас, допустим, да. Возле которого стою здесь вот. Камни могу подрогать, да. Но в том мире я мог бы насквозь это дерево пройти. Не потому, что я нереально. Потому что это дерево, на самом деле, оно не такое реальное, как тот мир реальный. Божий, настоящий истинный мир, он настоящая реальность. Этот мир, он кажущаяся реальность, настоящая реальность. Оно хорошая, красивая реальность. Но не та реальность, которая более реальна. Ну, простите меня за... Такую очень слабую попытку объяснить необъяснимое. Дамы и господа, братья и сестры, дорогие друзья. Это был Иисус. Он улыбался. Я к тому времени знал разные иконы, живописные изображения Иисуса, как художник. В Третьяковке, в Русском музее, в Эрмитаже, в храмах. Разные иконы, разные картины, изображающие Иисуса. Но вот такого я в жизни видел. Он настолько улыбался, он такой счастливый. Знаете, выражение такое, подобное, как-то вспомнилось. В советское время говорили, довольный, как паровоз. Вот он, довольный, как паровоз. Вообще, довольный, счастливый, просто довольнейший вообще. Вот, если вот видели в жизни счастливые люди, допустим, особенно мне нравится он и она, допустим, выходят замуж, женятся, допустим, образуется семья, свадьба. Вот, счастливые вот видели. Есть пары, особенно сияющие этим счастьем, да? Потрясающие вот переживания. Я очень люблю венчать, сосчитывать браком людей, благоставлять новые семьи. Вот, и каждый раз просто наслаждаюсь видя радость эту. Много, ну, не знаю, других людей испытали счастье. Да и каждый из нас испытывал счастье какое-то в своей жизни определенное. И испытывает, вот, и некоторые моменты счастливые помнится всю жизнь вообще. Но, знаете, самое интересное, что вот самые счастливые моменты своей жизни или других людей ни в какое сравнение не идут с его счастьем. Он такой счастливый, такой довольный. Особенно запомнилась глаза и улыбка. Я не мог это передать. Как художник, я пытался даже несколько раз это передать. Может быть, по милости Господней, Бог вдохновит, как-то смогу передать что-то. Но попытаюсь. Спасибо, Господь, спасибо тебе за все. И, знаете, друзья, да, он шел ко мне, он улыбался. Такое, ну, наподобие ряса, не ряса, ну, такое все, из этого света все. А он вообще сиял этим счастьем, радостью. Шел и улыбался. Вроде, вот так вот, ну, как бы, отсюда отойду. Вроде, как бы хотел обняться так вот, вот таким образом. Вот так вот, как будто бы шел вот так вот. Вроде как обняться шел. И шел обниматься, и ближе и ближе приближался все. И, знаете, когда уже был близко уже, я понимал, еще секунда, и потом это осознал. Еще секунды я просто не смог бы оставаться в теле. Я просто, ну, просто вылетел без тела просто, чтобы быть с Господом. Разлучиться, совлечься, чтобы облечься в небесное жилище. На сие создал нас Бог и дал нам залог Духа Святаго. В Писании говорится. Аллилуйя. И, знаете, и в этот момент голос, не голос, но что-то такое прозвучало, как бы, или мои мысли, не знаю. Достаточно. Хватит. Довольны, как-то вот, как-то так. И все прекратилось. И я видел снова эту стену, этот блумрак. Самое интересное, после такого физического света зайчики бегают у человека. Знаете ли, а если, представьте, месяц находиться в темноте, только лишь раз в сутки видеть немного этого света электрического. А здесь яркое, как солнце, намного ярче, чем любое солнце. Здесь в блике солнце сейчас, допустим, пробивается. Скорость листовая ярко. Я не могу смотреть на нее так вот, ну, как-то так, открытым глазом. Вынужден щуриться. Вот, а там я смотрел, я не щурился, во-первых. А когда закончилось, это никакие блики не бегали, никакие эти вот зайчики не бегали перед глазами. Это было потрясающе. Вот. Ну, а радость осталась. И все внутренности, все кишки мои внутренности, знаете, и сердце, как будто бы вот на правой бане. Вот, готов был выполнять это сердце, но от радости, от счастья. Не больно, это было счастливо. И две недели последних вот там, да, порядка двух недель я оставался еще. Ну, набежало еще порядка двух недель. Вот. И все изменилось. И вот воспоминание о том свете, оно приносит мне покой до сих пор. И счастье, умиление, радость. Да, десятилетия проходят, а радость лишь умножается, счастье лишь умножается с Господом. И, знаете, конечно, переживать гонения это очень непросто. Я это знаю по себе и по вот моему раннему христианству, моему, да, юношескому христианству. И еще до того, до армии, первые эти гонения от самых близких и родных людей, знаете, это очень было все трудно переживать. Вот, с 13 лет, вот, когда познал Господа, пережил с ней встречу в 12 с половиной лет, вот, я испытал до сего дня, мне сейчас уже почти 50 лет, 50-й год моей жизни испытал и испытывал порой разные роды гонения. Физические, информационные, духовные, душевные, всякие. И, знаете ли, проходить гонения, на самом деле, непросто. Давление, прессинг, межтеснинами. Вот это время, кстати, в иудаизме, в библейском иудаизме, вообще-то, мы называем межтеснин. От 17 до музы до 9 авы. Сегодня второе ава. Да, я хочу. Ну, в тесноте, в тесноте моей я Господа возвал, в тесноте моей я Господа призвал. Да, сегодня 14 июля, 18-й год, а по библейскому исчислению сегодня второе ава, 5778 года. Вот. И, кстати, следующая суббота будет 9 ава. Ну, мы обычно постимся 9 ава, но так как выпадает на субботу, то, ну, не гоже в Божий день поститься, поэтому пост переносим или раньше, или позже, но обычно позже. Ну, на воскресенье 10 ава, получается, будем совершать пост. И благодарение Богу, это будет 22 июля, 22 июля в этом году. Вот. Пусть Бог благостает всех вас, дорогие друзья. И давление усиливается, но и благодать умножается. Всегда-всегда. Это опытно проходят миллионы и миллионы верующих. И проходили, и проходят, и будут проходить. До самого скончания века. До начала нового века. Аллилуйя. Спасибо тебе Господь. Благостовляю вас, паки и паки, вновь. Шабад шалом, субботний мир, всем вам. Благостовляю Киев, этот парк Киота. Благостовляю Украину. Хай луная песня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава. Благостовляю всех вас. Благостовляю всех любящих Господа наипаче, верных, святых, братьев и сестер. Дочечек и сыночков великого нашего небесного папочки. Моих братьев и сестричек. Благостовляю Иерусалим, Иерусалим, столицу еврейского государства. Благостовляю Израиль, возрожденный. Этот год у нас год 70-летия Израиля. Возрождение еврейского государства. Великое чудо. Одно из величайших в современности чудес. Геополитических чудес великого Бога, всемогущего нашего. Аллилуйя Всесильного, всемогущего. Благостовляю вас священническим благословением. И пусть свет Христов просвещает всех, свет Божий просвещает всех наши мысли, наши сердца, наши судьбы светом Бога всемогущего. Благостовляю вас священническим благословением. Благостовляю вас священническим благословением. Благостовляю вас священническим благословением. Нет спасения, дамы и господа Братья и сестры, слава Богу Нет другого имени под небом, данного нам, людям Которым надвижало бы нам спастись Которым спасены, которым спасаемся Слава Христу Благоставляю вас Духом Святым, Господь Прикоснись к каждому Из слушателей, зрителей Во имя Иисуса Христа Благостави Израиль Благостави Иерусалим Благостави Киев, благостави Украину Аллилуйя Слава тебе за все, аминь Из города Киева, с парка Киота Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир всем вам Ну и, дамы и господа, по скриптам скажу Что остается Очень больше месяца у нас До собора нашего Реформаторской, обновленческой Такой Евангельской Православной Конференции Преображенский Собор 19 августа будем проводить Воскресенье А перед тем, 18 августа Будет Предсоборный Шаббат Думаю, что здесь проведу как раз Шаббат Вот, и в прямой трансляции И здесь вот, в молитве Предлашаю всех вас Во имя Господа Иисуса Христа До встречи и на земле, и на небесах В вечности Аллилуйя Аминь Шаббат Салом Шаббат Салом Шаббат Салом Шаббат Салом Шаббат Салом Шаббат Салом Шаббат Салом